В Кемеровской области по подозрению в мошенничестве задержали четверых новосибирцев. По данным оперативников, криминальный квартет помогал телефонным аферистам, которые выманивали у пенсионеров их сбережения. Соседний регион наши земляки приехали на дело. Их задачей было забирать деньги у обманутых аферистами пожилых людей. Неустановленные лица звонили пожилым жителям области и представлялись их родственниками. Они сообщали, что попали в ДТП или оказались в больнице. Им срочно необходимы денежные средства. Доверчивые пенсионеры передавали деньги курьерам, лица которых были скрыты защитными масками. Спустя некоторое время пожилые люди перезванивали своим родственникам и узнавали, что с ними все хорошо, после чего обращались за помощью к нашим сотрудникам. Злоумышленников взяли с поличным после того, как они получили кругленькую сумму от 89-летней жительницы Новокузнецка. А мошенники на том конце провода заявили пожилой женщине, что ее сын спровоцировал аварию и к тому же сам угодил в стационар. Чтобы избавить его от уголовных проблем, надо заплатить. Был звонок. Я взяла телефон. Мне сразу говорят, у вас сын в больнице. Вроде как сын еще говорит там. Мама, отдавайся деньги. Ты хочешь, чтобы я не попал в тюрьму или не умер? Задержанные были в сговоре со звонившими и достоверно знали, что забирают у потерпевших сбережения, которые аферисты выманили обманным путем. Почему вы здесь, за что вы сегодня задержаны? За мошенничество. За мошенничество? Ну за какое? Расскажите, что вы сделаны. Жертвами махинаторов стали 18 жителей Кемеровской области. Общий ущерб почти 2 миллиона рублей. На время следствия новосибирских гастролеров взяли под стражу. В автомобиле и арендованной ими квартире полицейские обнаружили часть похищенных денег, а также мобильные телефоны и сим-карты.